МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свободная касса. Минтруда России опубликовал список самых востребованных профессий. Рейтинг возглавили продавцы-кассиры. Следом повара и педагоги. Ситуация на рынке труда обсудим сегодня в программе Вечерлайф. В студии Анжелика Бурец, заместитель директора Центра занятости населения Республики Крым. Анжелика Витальевна, добрый день. Добрый вечер. Действительно, ситуация на рынке труда в Республике, она такая же, как и по России. Нам тоже нужны продавцы-кассиры. Какие наиболее востребованные специальности на сегодня у нас на полуострове? В России достаточно большое количество субъектов, и Крым относится к специфическому региону. Если территориально смотреть на Крым, мы с вами видим столицу, где наибольший спрос в вакансиях до 30% от удельного веса общего банка вакансий. Это наши моногорода, Армянск-Красноперекопск. Это курортная сфера, которая занимает основную, основополагающую позицию. И сельскохозяйственные регионы. Так вот, мы с вами, конечно, понимаем, что Крым кормит курортный сезон. И, естественно, как тенденция обращаемости граждан с солю поиска работы, так и тенденция спроса на рабочую силу, она меняется в период года. То есть, если говорить о спросе на рабочую силу, то активизируются работодатели весной в предкурортный сезон. То есть, в январе может быть заявлено до 2000 рабочих мест, а, например, уже в апреле, в мае в два раза возрастает потребность рабочей силы. И как раз-таки наоборот, по окончании курортного сезона, когда у нас уменьшается турпоток, соответственно, уменьшается количество граждан, которые задействованы в обслуживании турпотока, и обращаемость граждан в службу занятости увеличивается. Но вот эти люди, которые обращаются в службу занятости, они вот так же сезонно это делают, да? То есть, они находят работу условно летом, да, в курортный сезон, когда можно заработать и неплохо, в принципе, заработать. Но вот зимой, по сути, живут на государственные дотации? Ну, нельзя так принципиально судить, поскольку обращаются граждане с различным уровнем образования, с различным опытом, квалификацией, навыками. Или вы так же временно устраиваете на сезон, тоже можете устраивать? Служба занятости оказывает вообще, в общем и целом, государственную услугу по поиску подходящей работы. Работа может быть как постоянная, если работодатель имеет штатные вакансии, так и временное трудоустройство. То есть, одной из позиций активной политики занятости населения является как раз таки временное трудоустройство, общественная работа, но упор делается на постоянное трудоустройство. Но если мы говорим о курортном сезоне, то, конечно же, начиная с января каждого года, естественно, мы формируем перечень востребованных профессий на курортный сезон, устраиваем этих граждан. И если говорить о территориальном принципе, то и профессионально-кваликационном таком принципе, то можно обратить внимание, что есть спрос на рабочую силу системный, а есть связанный с анаторно-курортной сферой, то есть временный. Так вот, если говорить о системном, в основном вакансии востребованы в сфере здравоохранения, в сфере образования, в сфере культуры. Развивается сейчас строительная сфера, мы все это знаем, транспортная сфера. И как раз-таки, если говорить о календарном году, это в основном на одном уровне по количеству востребованных рабочих мест. Курортная сфера – это другая ситуация. То есть возникает, увеличивается количество рабочих мест в предкурортный сезон, скажем так, на сегодняшний день, с начала года, более 3000 рабочих мест заявлено уже работодателями санаторно-курортной сферы. И доходит до 7000 рабочих мест в течение, до периода сентября-октября, когда уже идет спад курортного сезона. Мы говорим о курортных городах. То есть если говорить о дисбалансе востребованности, то, конечно же, в крупных городах, таких как Симферополь, Евпатория, Керчь, Ялта, востребованы в основном профессии рабочие. То есть строительная сфера, транспортное производство. В тех направлениях, где Крым развивается на сегодняшний день. В сельскохозяйственных регионах, да, востребованы как раз таки, как я уже говорила, врачи, медсестерский персонал, это наши педагоги, преподаватели, воспитатели, культурные работники. Вообще, если в целом говорить о спросе в разделе профессий, квалификаций, то на 62% востребованность в рабочих профессиях. И на 38% это специалисты, служащие с высшим уровнем образования. То есть время юристов и менеджеров проходит, да, теперь все-таки нужны инженеры? Спрос есть, но работодатель свои требования ужесточает. То есть имеет место уровень образования, один, лучше два и три уровня образования. Это навыки, это опыт работы, это знание различных программ. Ну, об опыте работы мы еще поговорим, обсудим непосредственно молодежную политику, да, трудоустройство молодых людей. Но на сегодня мы начали обсуждать результаты опроса Минтруда России, да, где сказано о том, что продавцы-кассиры, которые заняли первое место, и за ними следом идут повара и педагоги. Параллельно свое исследование провел Росстат нашей страны. И здесь говорится о том, что на сегодня наиболее рейтинговые профессии востребованы. Это все-таки медики и педагоги. Это действительно так. Вот согласно майским указам президента, да, который поручил правительству реализовать национальный проект в решении этого кадрового вопроса, который для Крыма безумно все-таки актуален, мы это знаем наверняка. Центр занятости, как он решает эти кадровые проблемы именно в медицинской теме? Ну, служба занятости вообще занимает как бы основополагающую активную позицию в социальной политике государства в целом. И все государственные услуги, которые предоставляет служба занятости, направлены на, с одной стороны, трудоустройство гражданина, который обращается в суде поиска работы, с другой стороны, на удовлетворение кадровой потребности работодателя. Да, вы совершенно правы. Действительно, востребовано сейчас в врачах, учителях, как мы уже с вами говорили, действительно, системно, постоянно. Есть некоторые тенденции, которые влияют на длительность неукомплектования таких вакансий. Во-первых, они востребованы в основных тех регионах, где состоят на учете в основном граждане с рабочими профессиями. То есть это сельскохозяйственная зона. То есть у нас просто не хватает людей этих специальностей, я правильно понимаю? Это в первую очередь. И во вторую очередь, конечно, имеет место достаточно невысокий уровень заработной платы. То есть это тоже имеет место. Скажем так, по республике Крым у нас на сегодняшний день уровень заработной платы средний. Это 17 тысяч рублей. Для специалистов с высшим образованием, мы говорим, допустим, даже в сфере здравоохранения и сфере образования, от минимальной заработной платы до 20 тысяч рублей это на 60% удельный вес, а уже выше 25 тысяч рублей, 30 тысяч рублей и выше, это, конечно, уже где-то идет до 30% удельного веса. И на сегодняшний день средний уровень номинально численной заработной платы по полному кругу организаций в Крыму, это 30 тысяч рублей, разница чувствуется. Но у нас есть тенденции интересные. Размер пособия по безработице, он, насколько мне хочется понимать, вот сколько получают люди, которые находятся в поиске работ. Вот просто вспоминая, допустим, украинскую бытность, я наверняка знаю, и среди моих знакомых тоже были такие люди, которые вот как на работу ходили в центры занятости для того, чтобы получать эти преференции от государства. Александр, ну вот для того, чтобы... Они работали не официально, но... Да, которые мы вот сейчас хотим как раз таки озвучить. Очень маленькая такая интересная статистическая ситуация. Если вот, допустим, в 2018 году в службу занятости обратилось 32 тысячи граждан с целью поиска работы, а в 2017 году на 600 человек меньше, то в 2019 году уже обратилось порядка 14 тысяч граждан, и это на 2 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. И, конечно же, ну немаловажно является... Это хорошая или плохая тенденция? Можно по-разному трактовать. С одной стороны, это хорошо. Люди обращаются, они ищут работу, и служба занятости старается им помочь. Да, действительно так. С другой стороны, на самом деле, на уровень зарегистрированной безработицы это не сильно влияет. То есть, если у нас в прошлом году это было 0,5 по республике Крым, в этом году 0,6 на 0,1% пункта. Кстати, уровень безработицы в Крыму ниже, чем, допустим, по южному федеральному округу, и вообще по средний уровень по Российской Федерации в целом. Так вот, что касается немаловажного фактора, который влияет на обращаемость, это все-таки размер пособия по безработице. Если до 2019 года он составлял минимальный уровень пособия 850 рублей, максимальный 4900 рублей, то изменения в законодательстве привели к тому, что с января этого года минимальный уровень пособия составляет 1500 рублей, максимальный 8000 рублей. А для граждан предпенсионного возраста, это граждане за 5 лет до наступления права на страховую пенсию по старости или назначаемую досрочно, получают, имеют право на получение пособия при определенных условиях в размере 11 280 рублей. И, кстати, хотелось бы заметить, что обращаемость граждан данной категории увеличилась. В общем, банки в регистре получателей услуг населения, они составляют 18-20%. И, если вы позволите, я озвучу очень интересный федеральный проект. Это демография старшего поколения, который находится под патронатом Владимира Владимировича Путина. То есть с целью повышения конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста, с целью сохранения занятости граждан работающих. С этого года действует специальная программа, направленная на повышение квалификации граждан данной категории. Жека, ну вот смотрите, люди возрастные, так скажем, предпенсионного возраста, у них есть плюс, как минус, так и плюс. У них есть опыт. А вот молодым специалистам что делать, когда без опыта, по сути, не берут? Ну, дело в том, что, во-первых, всегда у нас существовала программа стажировок. Мы всегда предлагали. То есть если есть такая сложность, они могут прийти к вам? Мы работаем в данном случае, взаимодействуем очень тесно с работодателями. Мы же не ждем, когда работодатель сам нам принесет вакансию. Мы сами инициируем свое отношение и обращение к работодателям. И, конечно же, если мы говорим о молодых специалистах, у нас есть такое направление активной политики занятости населения, как временное трудоустройство. Оно сопряжено как бы со самой системой стажировки. То есть заключается договор между службой занятости работодателем о направлении гражданином на временное трудоустройство. Работодатель, помимо того, что оплачивает зарплату гражданину, мы предлагаем материальную поддержку в двухквартном размере минимального пособия. И работодатель смотрит на этого человека. И, в принципе, хотелось бы отметить, что в большинстве своем работодатель оставляет за ним постоянное рабочее место. И что касаемо все-таки специалистов, которые вообще как бы не востребованы на рынке труда, мы не можем их по определенным причинам эффективно трудоустроить, работает программа профессионального обучения, дополнительного профессионального образования. Работают очень активно. Мы в прошлом году обучили больше двух тысяч людей. И это, между прочим, и молодые граждане. У нас, кстати, по удельному весу преобладает возрастная категория 30-34 года. Это и граждане более серьезной, возрастной категории. Это и наши молодые мамочки, которые находятся по уходу за детьми. Это наши граждане-пенсионеры. То есть мы охватываем различные категории граждан. И все наши активные программы, госуслуги, они как раз-таки направлены на конечный результат трудоустройства. Ну, не только трудоустройство, да, конечный результат для работника, наверное, получать достойную оплату. Вот на сегодня какую заработную плату предлагают работодатели? Ну, так немножечко, если по статистике, да. Вот, к сожалению, на 60-65% заработная плата от минимальной, то есть минимальной размеры оплаты труда до 20 тысяч рублей. Да, в основном предлагается она, конечно же, работникам сферы государственной, бюджетной, муниципальных учреждений. Это, богатый район. Ну, скажем, не золотые горы, откровенно. Не золотые горы, да. Ну, кстати, хотелось бы отметить, что как раз-таки указывается, вот какой момент интересный, указывается окладная система. А если же еще виды стимулирующих выплат, как правило, они идут как примечание. Да, это, конечно же, влияет. Но порядка 30% от удельного веса вакансии, это предлагается работодателями заработная плата от 25-30 тысяч и выше. Можно сразу сказать, что требования работодателей сейчас серьезные. И если мы говорим об уровне заработной платы, то мы должны понимать, что это требования к опыту работы, это образовательный уровень, это квалификация навыков, это знание программ, знание законодательной базы, умение ориентироваться. Могу примеры привести, допустим, самой большой заработной платы на сегодняшний день. Да, хотелось бы, в принципе, понимать по сферам, где какая заработная плата. Потому что у нас люди смотрят, кто-то захочет трудоустроиться и будет иметь понимание. В принципе, варьирует заработная плата от минимальной до 45 тысяч рублей в различных сферах. То есть по спросу, если будем говорить по отраслевому признаку, у нас наибольшая сейчас, конечно, востребованность это здравоохранение, сфера образования культуры, санаторно-курортная сфера, там идет дальше сельскохозяйственная сфера управления, торговля, строительство, транспорт. И вот все-таки наибольшая заработная плата предлагается либо рабочим, высокой квалификации, с допусками работы на высоте, естественно, высокая разрядность. Это инженеры различных квалификаций, это бухгалтера, юрист с достойными знаниями. И опять-таки это действительно служащие специалисты, но имеющие опыт работы, выслугу лет и остальное. Но еще раз все-таки, ну, приведу, посмотрела буквально сегодня наши вакансии, самый высокий уровень заработной платы, до 90 тысяч предлагается управленческая сфера, это генеральный директор. Это достаточно узкая специализация геодезист, это машинист-экскаватор. Опять-таки нужно иметь разрядность и допуски соответствующие тоже до 90 тысяч рублей. В сфере санаторно-курортной тоже варьирует в зависимости от уровня квалификации и специфики. В общем, нужно срочно на курсы бульдозериста или генеральных директоров. Если есть желание, мы готовы вам помочь. Хорошо, в смысле, каким образом, как это может происходить? Я уже озвучивала эту программу, это программа профессионального обучения, дополнительного профессионального образования. Но вы говорили о возрастных категориях. Нет, у нас есть два направления. Я задела просто этот новый проект демографии, который сопряжен с финансированием бюджета Российской Федерации на 95% и 5% Республики Крым. Давайте о нем кратко скажу сначала. То есть люди не платят свои средства, их обучают за счет государства. Да, я сейчас об этом кратко скажу. То есть это курсы достаточно недлительные, до трех месяцев. Стоимость курсов не должна превышать 68 с половиной тысяч рублей. Служба занятости организует это обучение как для граждан предпенсионного возраста незанятых, так и для граждан работников предприятий, которые могут и обучиться за счет средств предприятия и самостоятельно обратиться. Здесь очень важный нюанс. В любом случае оплачивает обучение служба занятости. То есть если работодатель имеет свои средства, готов обучить работника предпенсионного возраста, он тратит на это определенную сумму средств, обращается в службу занятости, мы заключаем договор и выделяется субсидия, представляется субсидия на возмещение расходов работодателя на обучение. Если гражданин сам обращается и вот при этом он относится еще к незанятой категории, то помимо того, что служба занятости направляет на обучение, оплачивает обучение, также начисляется стипендия данному гражданину в размере 11 280 рублей. А вот программа, которая как мероприятие входит и предусмотрена государственной программой труда и занятости населения, это есть постоянно действующее наше мероприятие, это обучение трех категорий граждан, которые я уже озвучила, безработных, наших мамочек и пенсионеров. Если мы говорим об этой программе, это порядка 45 видов образовательных программ, как профессиональное обучение, так и дополнительное образование. Если мы говорим о демографии в новом проекте, на сегодняшний день сформирован список из 90 образовательных программ, которые востребованы на рынке труда. То есть эти мероприятия востребованы, они финансируются, естественно, и граждане в них заинтересованы. Если говорить о более молодом поколении, наверное, самом молодом поколении, потому что все-таки необходимо приобщать к труду, несмотря на всеобщее внимание, использование детского труда, это плохо и прочее, но мне кажется, у детей должны быть обязанности, их нужно все-таки с детства приучать к труду. Со скольки лет на сегодня могут молодые люди обращаться и в каких сферах быть задействованными? Спасибо за вопрос, очень актуальный. Это наши детки, это наша такая очень отдельная категория специфическая, которой действительно нужно с самого детства как бы уделять им особое внимание. Это и наши дети в первую очередь, и наше будущее поколение. Значит, программой, государственной программой труда и занятости населения предусмотрена одна из мер. Это организация временного трудоустройства граждан несовершеннолетних в возрасте 14 до 18 лет. То есть паспорт получил и можешь идти, собственно, уже на трудовую стезю? 14 до 18 лет, да, предоставляется такая возможность временного трудоустройства. Мы, с одной стороны, опрашиваем таких деток в школах, то есть совместно с Министерством образования, кто желает возможность поработать. И, конечно же, работаем с родителями очень тесно, с преподавателями. Все это связано с политикой занятости деток. Где работают? В каких сферах? Упор делаем на курортный сезон. Для кого это не секрет, это лето. То есть свободное время от учебы? Вообще свободное от учебы время в период всего календарного года. У нас в этом году с февраля месяца начали детки работать. И, кстати, хотелось бы отметить, что интерес детей возрастает. В прошлом году мы трудоустроили больше 1400 человек. Работодатели были готовы, вот тесно, конечно, взаимодействуем с работодателем, разъясняя нормативное законодательство, значимость занятости детей в неурочное время. Около 1600 рабочих мест для них было предложено в прошлом году. Что интересно, помимо того, что работодатель платит заработную плату, служба занятости оплачивает, естественно, начисляет материальную поддержку в размере полуторакратного от минимального уровня пособия по безработице. Санаторно-курортная сфера, конечно, основная. Летний сезон. Сколько денег могут заработать? Вы знаете, вот очень интересно, в зависимости от должности, на которую ребенок попадает, конечно, не меньше минимального размера оплаты труда, это однозначно, от 11 до 280, но доходит до 20 тысяч рублей, в отдельных случаях и выше. На какие профессии мы понимаем, что это, допустим, если мы говорим экскурсовод, там, допустим, оператор дежурной постоянки, это, конечно, помощники, да, но это может быть и официант в кафе или в столовой, это может быть озеленители, то есть благоустройство территории, это может быть, конечно же, и кухонные работники, это очень интересный аниматор в последнее время востребован, горничная, то есть, как бы, достаточно широкий спектр, главное тут уметь соединить две ипостаси, и возможность работодателя создать это рабочее место, и желание ребенка работать, поэтому в этом направлении мы, конечно, очень тесно работаем, тем более эту информацию мы освещаем во всех возможных, то есть ведем информационно-разъединительную работу широкоформатную, кстати, хотелось бы сказать, вот в этом году тоже на ярмарке вакансий, помимо того, что у нас есть постоянно действующий сектор профориентационный, да, где с детками проводятся различные формы тестирования, ориентируют их на профессии, привлекают к временному трудоустройству, также и дети наши уже презентуют различные профессии и специальности, которые востребованы на рынке труда, то есть в рамках ярмарки вакансий уже третий год в этом году прошел интересный конкурс, агитбригад, направленный на возрождение Крыма, сделать выбор необходимо работать на благо любимого Крыма, где презентовались и профессии сельскохозяйственной сферы, и курортной, и специалисты. Ну, мне кажется, с точки зрения практичности для подростка, школьника 20 тысяч в месяц, в принципе, неплохие деньги, не бульдозерист, конечно, но тем не менее 20 тысяч в месяц. Плюс материальная поддержка. Плюс, да, поддержка центра занятости. Но если говорить в целом о картине миграции трудовых ресурсов, так это назовем, да, внутри страны, вот мы сейчас говорим о полуострове, население значительно увеличилось за счет приезжих кадров в различных сферах, кого-то приглашает, кто-то востребован. Где-то сейчас развиваются многочисленные направления, в том числе и строительство дорог, и строительство жилого сектора. Но не являются ли они конкурентами для наших нетрудоустроенных еще граждан? Сказала бы помощниками. И служба занятости активную позицию в данном направлении занимает. По какой причине? Вот в Крыму спрос опережает предложение. На одного соискателя приходится два рабочих места. Количество вакансий, вот в прошлом году в банке вакансий было 85 тысяч рабочих мест. Это по сравнению с 2017 годом 72 тысячи. В этом году уже 35 тысяч заявлено. И вот актуально на сегодняшний день, поскольку сейчас предпиковое состояние, вот начало курортного сезона, и вот практически он уже начинается, это до 19 тысяч рабочих мест. Но Крым трудонедостаточный регион на сегодняшний день. И наших трудовых ресурсов недостаточно для укомплектования потребностей, для удовлетворения кадровой потребности наших работодателей. То, к чему мы, конечно же, стремимся. Для того, чтобы и сам курортный сезон у нас удался. Поэтому, естественно, служба занятости, начиная с января месяца, тесно взаимодействует с другими субъектами Российской Федерации. На сегодняшний налажено взаимодействие в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве трехсторонних соглашениях с 52 субъектами Российской Федерации. В каком плане? То есть проводим так называемые ярмарки вакансий в онлайн-режиме. То есть в формате видеоконференц-связи. Это сейчас очень актуально, современно. То есть обращаемся к нашим субъектам. Естественно, наши вакансии мы направляем. Но помимо этого, они, конечно же, есть на портале «Работа в России». Это наша общероссийская база вакансий Федеральной службы по труду и занятости, которая в настоящее время очень актуальна, развивается, она востребована. И наши субъекты, наши коллеги в службе занятости подбирают соискатели тех регионов, которые готовы прийти. Проводим такие видеоконференции, и работодатель находит своего работника. Ну, как говорят, кто ищет, тот всегда найдет. А если можешь найти, я думаю, достаточно обратиться в Крымский центр занятости. Анжелика Витальевна, я благодарю вас за беседу, зрителей за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер.Лайв». И обсудим то, что обсудим.